Всем доброго дня! Сегодня я покажу арбалет-пистолет Мамба и расскажу о ошибках, которые я совершил при его покупке и комплектации, будучи абсолютно новичком в арчере. Все вышесказанное, разумеется, очень субъективно и дается исключительно в ознакомительных целях. Мысль о приобщении к чему-то метательному зряла около полугода. Я смотрел обзоры, сравнивал, читал, выяснял какие-то нюансы, крутил магазины в руках, съездил в тир, пострелял и в итоге сформировал для себя некую картину. Мой арбалет должен быть мощным, но компактным, легко разбираться и иметь возможность модификации под разных кругов задач. Сами задачи и все день в процессе формирования, но в этом тоже заложены требования. А арбалет должен быть готов не только к текущим задачам, например, по стрелушкам на выходных, но и также к возможности теоретической завтрашней охоте. Как вы поняли, выбор пал на Мамбу от Майнхантера. Забегая вперед, скажу, что с основным выбором я не ошибся, но вот в более мелких нюансах есть ряд промахов. О них сегодня пойдет речь. Проблема номер раз. Я торопился с обвесом. Покупал ненужные, а иногда и очень неподходящие вещи. Эл-Псу. Пристрелял, буквально сделал 10 выстрелов и убрал в шкаф. Бродхеддер. Аж два вида. Красивые и интересные, но мало применимые на практике. В мишени стрелять нет смысла. Прицел-рокок. Реплика, разумеется. С ним все хорошо. С виду есть дополнительные планки для установки оборудования, верхний механический прицел, сетка, три режима подсветки и прочее-прочее. Есть только одна малюсенькая проблема, с которой он лежит в шкафу и пылиться. Это релив. То есть расстояние от зрачка до выходной линзы. Здесь оно крайне маленькое. И поэтому пользоваться им при разложенном прикладе неудобно. Покажу, как это выглядит. Первый способ, при котором этим прицелом можно пользоваться более или менее нормально, это не полностью разложенный приклад. Напоминаю, в полностью разложенном виде все это выглядит следующим образом. Но так ни виду вообще ни хрена. Поэтому приклад раскладывается ровно наполовину. И вот при таком раскладе вы можете спокойно пользоваться. Но, на мой взгляд, не очень долго. Второй вариант исправления этой ситуации. Вот он. То есть нужно максимально сдвинуть планку и само подпление прицела в сторону приклада. Для того, чтобы получилось более или менее удобное расположение. Но, сами видите, такое себе решение. Третий вариант решения проблемы с прицелом. Это выбор другого прицела. Что интересного? Во-первых, здесь нет ай-релифа. Ну, проблемы с ай-релифом. Потому что нет увеличения. Второй момент. Здесь три прицельные марки. Ну, и третий момент. Защита стекол из коробки. Выглядит все следующим образом. Пользоваться удобно. Поле зрения огромное. Поэтому мой выбор калиматор. Проблема номер два. Я недостаточно внимания уделил ремонту и обслуживанию. После 300 выстрелов выяснилось, что тетива достаточно быстро пришла в негодность. И тогда я понял, что некоторые вещи, такие как пресс для разбора, для того, чтобы обслужить тетиву. Шестигранники, которыми все это дело разбирается. Вот в таком компактном наборе, а не в том виде, в котором они поставляются. Воск для тетивы и направляющей. И многие другие вещи, они крайне необходимы. И думать о них нужно до покупки прицела, приклада и прочих красивостей. И здесь дело даже не в тратах, а в приоритизации. Арбалет в первую очередь должен быть стрелять. А только потом уже быть удобным и красивым. Третья проблема также вытекает из приоритизации. Это стрельба. Как, чем и куда стрелять. Это тоже крайне важно. Напомню, в комплекте с Мамбой идут шесть стрел. Три из которых это вот такие дротики. Маленькие, легкие, пострелуточные. И еще три стрелы. Это, по сути, пробники. Мало того, что они из разного материала. Это латунь, алюминий и сталь. У них разный вес и, соответственно, разная баллистика. И потеря даже одной такой стрелы, поверьте, достаточно негативно сказывается на самом процессе стрельбы. Ходите к мишени чаще и самого процесса становится меньше. Поэтому, логично купить сразу комплект стрел одинакового веса и не париться. По мишени. Сделал первую мишень из картона, старого матраса и мешка. Безумный восторг. Все замечательно. Все круто. Выглядит вот так. Но все круто ровно до того момента, когда волокна, которые располагаются здесь, там, в матрасе, либо в какой-то ветоше, имеет значение. Делают вот такие вещи с дротиками. Поэтому, есть несколько вариантов. Опять же, это либо заморачиваться со стрелами, то есть, клеить перья, делать их, скажем так, обычно. Либо покупать новые дротики, что такое себе занятие. Либо, что логично, купить нормальную мишень из изолона. Вот и все. И последнее. Хранение и переноска. Первые же стрельбы показали, что вытащить стрелу из мишени одной рукой, когда у тебя второй арбалет, крайне сложно. Арбалет кидать на землю не хочется, поэтому нужно что-то делать. Обыкновенный выниматель для стрел. И все. Носить все время в руке, в одной, тоже не совсем удобно. Поэтому, обыкновенная одна точка, решает проблему. Ну и переноска в пакете из-под перья. На звуковую лицо. Ну и носить на стрельбы арбалет в полиэтиленном пакете, тоже такой себе. Поэтому, обыкновенная сумка, и все будет нормально. Итак, вывод. Мамба сам по себе, это отличный арбалет. Все хорошо. Но раскрыть полностью возможности можно только при грамотоподобранном обвесе. Поэтому, выбирайте с умом. Не экономьте на расходниках, и не торопитесь с покупкой абсолютно ненужной аксессуарики. Такие вещи, как кивер, ремень на переноске, сумка. Все это насущные потребности. Если регулярно ходить на стрельбище, а не просто созерцать висящую на стене игрушку. Всем удачи от выстрелов. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова